на этот раз я даже практически ничего не забыл за исключением того чтобы побрить свое милое личико эликсир молодости в кадре а это главное а это значит то что мы сегодня с вами будем говорить об очередном продукте сегодня у нас такой фаст обзор сразу на две компании первая из них это будет турбол с чашечки которые мне приехали буквально вчера я уже покурил одну вторая в принципе по форме точно такая же и одну из них мы покурим прямо сейчас вместе с вами все свои замечания и претензии по чашкам я выскажусь немного позже и для того чтобы вы понимали приблизительно как происходит монтаж всех этих видео вань прямо сейчас подними свою жопу и пожалуйста скинь людям вот сюда забивку как ты забивал тот продукт о котором мы сегодня будем говорить пожалуйста блять спасибо итак сегодня у нас с вами будет на обзоре такая штука как чайная смесь сплит вы же знаете да я обожаю чайная смесь у всех уже случился блогеров обзор на эту смесь я где-то проебал 12 вкус и не помню вообще что там потому что мне только 11 почему-то на столе вот хотя покупал я все 12 покупал опять же за свои деньги поэтому буду высказываться так как есть они так как надо вот и собственно говоря у меня есть один вкус который я не попробовал вот это грецкий орех с фундуком я не знаю нахуя в грецкий орех было добавлять фундук но пахнет это просто пиздец из пачки прямо таз вот остальные вкусы как бы типа вот те которые уже прокурены и вот как бы два контейнера типа ну понятно сразу да какие вкусы будут в топе в принципе далеко ходить не надо но я вам их пока не показал сейчас покажу расскажу в чем особенность эта штука стоит до 200 рублей до 200 рублей это охуенно за 50 грамм за классную упаковку вывод внизу в забивке видели чё как там в упаковке там есть вот такие вот охуенные вилочки и знаете типа я вот честно мне тоже доебываться до продукта не хочется честно даже по вкусам ничего плохого не хочется говорить есть конечно то что мне не очень понравилось но по факту когда производитель делает подобный подход типа у тебя есть прикольная коробка которую удобно хранить у нее крутая вот это вот штука не знаю мне кажется что это прям вообще ну вот типа достается так вот как конвертик сюда же выпадает пачка все прям круто классно ну прям ну заеби же ну круто ну классно внутри есть вилочка потому что производитель не долбает он понимает что где-нибудь когда-нибудь ты будешь покупать эту чайную смесь и ты будешь курить ее не дома возможно ты поедешь куда-то в гости на природу со своим кальяном и тогда тебе понадобится то чем забивать а руками то забивают не все на секундочку на сегодня забиваю не руками вот вы видели все вилочкой забита и ввиду подхода маркетинга и прочего 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 ввиды красоты пачки у ребят еще есть магнитики которые они дают там при покупке дохуя много чайной смеси они кстати выглядят прикольно дизайн классный я постараюсь вам здесь их вставить но если не вставил значит все таки этот пидор обленился который был на монтаже и пиздец вот собственно говоря греется у нас пока грецкий орешек ему осталась одна минута мы с вами давайте обсудим наверное быстренько по чашкам закроем вопрос здесь у меня подобие стажки греется я еще не курил вот такая форма плюс еще из белой глины абсолютно непонятно откуда взявшиеся похоже на tail fox внутри у нас очень маленькие дырочки прям очень маленькие дырочки на классической тяге кальян вот с этой чашей это минус правое легкое то минус правое легкое потому что затяжка становится не просто классической а и бенической но типа меня в целом она устроила типа курица все равно прикольные это необычный экспириенс покура но я кое-что заметил вот эти маленькие дырдочки такая закладка у компании ст по моему у ст то ли ст то ли солярис не знаю точно потому что опять же и хуй различишь у кого-то из них вышла чашка с такими же мили пиздрическими отверстиями я ее очень даже часто вижу потому что на работе такая продается вот и закрадываются у меня сомнения что или кто-то из людей отвалившиеся из компании ст продолжает всю эту прикольную традицию либо же это просто как типа такой ход чтобы была большая концентрация жара чтобы жара вытягивалась меньше из чашки то есть чтоб мы получали гораздо более густую плотную фракцию пара не знаю так это на самом деле или нет но вот так минус вот в этой чашке вы сейчас увидите вот тут на фото впервые и забиваю впервые беру в руки сегодня впервые помыл рисунок просто идет нахуй через месяц активного использования это не есть хорошо плюс как вы видели на видео не аккуратно сделанные отверстия то есть они не распределены симметрично друг другу что соответственно будет влиять на прогрев в некоторых местах чашки и там будет не до конца дократь ваша смесь чашки отработал молодец чтобы опять же вам не было скучно смотреть мы разыграем две чашки эти две чашки вот эту и еще одну и собственно говоря разыграем две пачки сплита вкусы на ваш выбор абсолютно все что нужно будет сделать я вам скажу в конце и пока мы курим с вами грецкий орех мы с вами отхлебнем эликсиром молодости и собственно говоря начнем свое краткое мял по сплиту мэри берри россыпь сочных красных ягод абсолютно дико перенасыщенная тема ягодная безумно сладкая если вы любите сладенькие ягоды прям ваши мне показалось прям приторно перенасыщенная немножко давит на горло поэтому вкус не то чтобы мой но куда-нибудь в кондитерские миксы как дополнение такого ягодного джема яркого я бы вот брал бы сто пудов бэкпакер мякоти алоэ с нотками инжира и лилии нихуя не понял но очень интересно типа вкус вообще мне не вкатил ни в кассу никуда типа блять что с ним делать я так и не понял просто лежит ждет человека которому будет похуй что курить и можно будет забить фризи би леденящая свежесть добрая весть хули тут скажешь да как бы ну ну а что мне вам рассказать про холодок ну холодок ну все термоядерный нет для тех кто любит мягкий холодок и не любит проебываться с его концентрации как вот холодок у оригинал бирджини где веточку кинешь и пизда все весь кальян замораживается самое то барби айс свежий кисло-сладкий барбарис не сказал бы я что он свежий свежести я здесь не нашел выглядит вот так охуенно вы успели посмотреть кисло-сладкий барбарис нет скорее просто сладенькая барбарисовая сосательная конфета black white азарте из темных диких ягод забил один раз второй раз забивать не захотел потому что типа и вот дикая химота похоже на какую-то щербитов скую аромку типа дико перенасыщена химозно кисло непонятно вообще что хотел сказать автор непонятно от слова совсем злакер зерновое печенье с лакрицией б напоминает знаете есть такие печенья утренние они продаются там такой они мне короче лежат мне впаду за ними идти короче это прям действительно вкусное злаковое печенье лакрицы я здесь не нашел но типа это очень вкусно как кондитерская основа you welcome берите не пожалеете леди бёрд это у нас сливочно-клубнично-земляничный мусс сладкая сливочная история про взбитые сливки про слегка ягодок в целом но типа это интересно не прям что бывал но интересно хотел сделать быстрое видео но получилось как всегда бич лофер кстати вкус которого я начал свое знакомство со сплитом и прям заинтересовался попробовать остальные вкусы кисло-сладкий тропический коктейль типа да это сладенько слегка с кислинкой напоминает я бы сказал то что это маракуйя просто маракуйя кисло-сладкая прикольная интересная здоровская великолепная ну типа тоже не пушка-гонка но такое чтобы типа вот я приду в магаз увижу бич лофер я его куплю потому что типа ну я помню что это прикольный вкус и где-то худо-бедно я его могу применять это классно пока я еще прокуриваю брейншторм ламберджайк прохладное сочетание хвои цитрусов так как он в контейнере вы понимаете что купил я его дохуя это ох сука дихлофосная елка именно яркая яркая дико перенасыщенная елка мне вот почему не нравится сатировские елки потому что они недостаточно насыщенные то есть мне кажется то что мне хватило аромки здесь аромки дохуя 2 щепотки в любую чашку и у тебя хвойный прикольный кальян просто дополняй его какими-то еще ароматизаторами и все будет у тебя классно чапу бой экзотический шоколадно-банановый десерт экзотический нет шоколадно-банановый да знаете чем не нравится в нем у шербета был бананово-молочный коктейль блять очень похоже вот прям очень похоже опять же не в обиду это тем кто это производил но это реально охуенно типа это тот вкус который тебя не заебет легкая кондитерка фруктовая сладость ты можешь с этим вкусом делать все что угодно ты можешь добавлять сюда всего что угодно вот даже сейчас и прокуривай брейн шторм по нему в принципе можно по финале это действительно орех не такой грецкий орех который был в дую от которого я прям охуел насколько это грецкий орех примут натурально передан здесь он такой достаточно лайтовый действительно привкус фундука есть и мне он в целом нравится но вот если добавить его к чапу бою закинуть туда еще каких-нибудь ягодок но уже от стороннего производителя потому что здесь ягодами есть определенные проблемы то это прям будет пушка плюсы продукта в том то что он восстанавливается после перегрева это охуенно мне это нравится в чем еще его плюсы максимально незамороченная забивка то есть ты его нашвырял кинул три угля забыл нахуй тебе не нужно играться потом в течение всего покура с углями жаром сдуванием и прочей прочей хуйней и телефон проебал нет не проебал спасибо так вот еще плюс в этой смеси в том что когда вы ее докуриваете у многих продуктов есть это вот не догоревшие снизу сироп короче не до конца выпаривается из табака и то есть у вас в чашке не сухаря там еще такой полу жидкое месиво которое в целом можно покурить да ёбаный в рот отебитесь от меня нахуй вот а здесь когда вы снимаете колодку уже собираетесь замыть кальян вы вытряхиваете абсолютно сухую смесь она выпаривается полностью за 50 минут для кого-то кто любит покурить часа полтора один кальян это хуевая тема для тех кто адекватен и курит кальян 40-50 минут тема прям очень классная отстает от чашки все круто отдирать зубами ничего не надо на самом деле очень крутой продукт мне он очень понравился за исключением некоторых вкусов и нюансов но в целом это можно покупать и можно курить давайте по розыгрышу обсудим все как всегда с вас подписка комментарий лайк под этим видео пишите обязательно в комментарии свою соцсеть для связи две чашки две пачки сплита и давайте вот сейчас мы не будем говорить что это достанется кому-то одному возможно мы сделаем две победы две победителя два победителя там чашка пачка чашка пачка для того чтобы типа никому не было обидно но с другой стороны типа было бы гораздо прикольнее если бы кто-то один это все выиграл и вот давайте так розыгрыш будет проходить в прямом эфире в моем инстаграме подведем итоги мы как всегда хуево знает когда но типа в течение месяца потому что подождем пока набегут комментарии пока становятся просмотры чтобы уже никто не пропустил не проебал не прибежал самый последний момент типа ой блять я не успел чтоб такого не было примерно месяц мы с вами ждем и разыгрываем это все на канале до сих пор еще идет один розыгрыш на который ты можешь успеть смотрите на канале видео там будет везде указано где проходит розыгрыш вот чтобы не пропустить instagram можешь подписаться туда не хочешь туда подписываться ради бога не надо я не заставляю но вот чтобы принять участие вот в этом розыгрыше лайк коммент подписка на этом как бы я думаю все принципе можно заканчивать мало кто досматривает до конца а в конце кстати прикольный мемасик всегда вот блять вот так а вы оказывается все это время этого не знали блять вот теперь у тебя есть мотивация смотреть все видео до конца спасибо тебе за просмотр я докурю орешки на самом деле прикольный вкус и собственно говоря пойду заниматься своими веселыми делами монтировать тебе этот видос спасибо еще раз за просмотр удачи и как всегда мы с тобой увидимся в следующем видосе сборище этих унтерменших надет их шлюхт один я удачи